Централизованное тестирование в этом году стартовало 14 июня. Первой дисциплиной в предметном перечне стал традиционно белорусский язык. И так, постепенно проходя одно испытание за другим, 27 июня абитуриенты сдали последние экзамены – всемирную историю и географию. Всего за первый летний месяц было реализовано 45 тысяч пропусков из порядка 47 тысяч зарегистрированных. Около 1800, к сожалению, так и не нашли своих хозяев. В целом централизованное тестирование прошло спокойно. Лишь двое желающих обмануть систему, используя во время испытания мобильный телефон, нашлись в вузах региона. Правда, этот риск не был оправдан. Молодые люди были вынуждены покинуть аудиторию. У общей сложности было выдано более 47 тысяч пропусков. Реализовано всего лишь 45 тысяч пропусков. То есть, соответственно, около 1800 пропусков не было реализовано. То есть, просто-напросто ребята не явились на централизованное тестирование. Соответственно, удалено в этом году у нас было 6 человек, но четверо из этих ребят, соответственно, удалены по состоянию здоровья. И они, в общем-то, получили возможность пройти централизованное тестирование в резервный день, что, в общем-то, я думаю, они и сделали. А два человека удалены за использование мобильного телефона. Уже совсем скоро можно будет получить сертификаты о прохождении централизованного тестирования. Теперь самое время задуматься о том, в каком вузе хотелось бы продолжить свое обучение. Пресский государственный технический университет будет проводить прием документов на бюджетную форму получения высшего образования с 8 по 15 июля. Список документов, необходимых для поступления в это учебное заведение, в большинстве своем стандартный. Это, конечно же, медицинская справка о состоянии здоровья, сертификаты о прохождении тестирования, аттестат о получении общего среднего образования. Полный перечень можно найти на сайте технического университета. Некоторые дополнения есть лишь в отношении отдельных специальностей. Несколько нюансов я хотел бы остановиться. Это для тех, кто будут поступать на факультет инновационного действия управления финансов, на специальности заочно сокращенной формы обучения и специальности архитектуры, так как по этим специальностям будут проводиться вступительные испытания у нас в университете. Значит, здесь ситуация такая. На бюджет и на платную форму обучения необходимо подать документы по 15 июля, так как вступительные испытания проводятся для всех этих абитуриентов вместе. Поэтому по 15 июля необходимо подать документы, и с 16 по 21 будут вступительные испытания. Вступительная кампания 2015 в Брестском государственном университете имени Пушкина стартует также 8 июля. Несмотря на то, что до даты начала еще есть время, вопросы к представителям приемной комиссии уже поступают. Чаще всего это тема дополнительных льгот для ребят, окончивших общеобразовательное учебное заведение с золотой или серебряной медалью, а также для победителей областных и республиканских этапов Олимпиад. Абитуриентов еще интересует вопрос, какой же пакет документов подавать. И в первую очередь обращаются те абитуриенты, которые имеют определенные льготы. Это победители Олимпиад, те, кто заслуживает 100 баллов по определенному предмету, а также ребята, которые относятся к категории дети-инвалиды, дети-сироты. Там своеобразный пакет документов, поэтому, конечно же, лучше, когда они придут в приемную комиссию заранее. Подальше документов продлится до 15 июля. Дополнительные внутривузовские испытания на отдельные специальности начнутся с 16-го. С их графиком можно ознакомиться на сайте университета. С 8 по 15 июля осуществляется прием документов на бюджетную форму получения высшего образования, дневной и заочной формы. Также на те специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания. Неважно, это платная либо бюджетная форма. Вступительные испытания будут проходить с 16 по 21 июля. Таким образом, обязательно абитуриентам, которые хотят поступать на специальности физическая культура, филологические специальности, русская филология, белорусская филология, журналистика, изобразительное искусство, народные художественные промыслы, нужно обязательно подать документы до 15 июля. Одним из обязательных документов для участия во вступительной кампании является наличие сертификата о прохождении ЦТ. Получить его можно будет уже на следующей неделе в пункте прохождения экзамена, чтобы чуть позже, вооружившись всем необходимым, абитуриент мог направиться в приемную комиссию выбранного вуза, где определятся счастливчики, получившие путевку в веселую и не менее насыщенную студенческую жизнь.